Значит, вот, нет слов, чтобы сказать, как я рад, как всегда, не виделись тысячи лет, что вы здесь, я живу, здоровы, улыбаетесь. Девушка, вы чего такая грустная? Сегодня как-никак праздник какой-то. А песни грустных мы ничего не делали. Может быть, с них начнем. Но сразу хочу сказать, потому что сегодня, конечно, праздник, и мой профессиональный, и многих здесь сидящих, а я уверен, что большинство потом объяснил, почему подавляющее к этому празднику имеет отношение или косвенное, но все равно. Есть такая, правильный фильм, помните, офицер, есть такая профессия родни служить, а есть такая профессия, подразделение этой части, называется государственная безопасность. Есть такая профессия обеспечивать государственную безопасность. Ну, кто знает, кто там служил, работа крайне неблагодарная. И справа, и слева, сверху начать с лицей, по шее бьет снизу. Народ оболваленный, а дурачный кричит, что-то проста, про репрессии, которой никто из нас наверняка не пострадал. Я точно не пострадал. Мои там тысячу-две родственников и близких никто не был репрессирован. Сидели, да, по уголовному преступлению. Сидели, да, и поэтому они понимают, как попал в комитет госбезопасности. Но это не о том. Значит, комитет государственной безопасности, для меня он звучит, я ветеран комитета государственной безопасности, звучит гораздо значимее, небоюсь без слова. Вот, слушайтесь, каждый повторит, комитет государственной безопасности. А теперь ФСБ, Федеральная служба безопасности. Она вроде и в условии государственной куда-то исчезла, да? Чья безопасность охраняется, кто охраняется. Поэтому в первых словах со выступлениях я хочу поздравить всех. А по идее-то государственная безопасность обеспечивается всем скобом. Всеми живущими в этом государстве людьми. Потому что мы это должны помнить, это безопасность твоего дома, безопасность твоей семьи. Вплоть до ОБЖ, которые бестолково и бездарно придают в наших школах. Поэтому у нас на улице кошмар происходит. Как учат детей беречься, так они не берутся, никак. То есть это все объемные щели на службе государственной безопасности, кроме комитета государственной безопасности, которая стояла раньше, это МВД и комитет государственной безопасности не делился на разведку и контрразведку, на внешнюю какую-то. Это все называлось первое главное управление разведка, понятно. Второе главное управление контрразведка. Управление погранвойск, которые слава богу, после дурости допущенной вернулись к департаментам, отдали ФСБ. Отдали, потому что это разведка, натуральная, и контрразведка тоже. Это люди, стоящие вдоль периметра на охране государственной безопасности. Так что все понимаете, наш комитет государственной безопасности только в одном Советском Союзе насчитывал больше 10 миллионов так или иначе причастных. А кто это так иначе? Оперативные работники, непосредственно работники явные, кадровые работники, внештатные сотрудники. Которые свой срок ослужили на охране, на охране госбезопад продолжали стоять. Это, я помню, контрразведка когда работал, некоторых, просто говоришь с человеком и предлагаешь ему сотрудничать на общее дело. Это называлось вербовка, знаете все такое. Но когда он говорил, или она, это что я агентом, или стукачем буду, я говорю, стукачи не у нас. Стукачи, вот там, колхозники зон, так называемые. Мы это у соседей, которые назывались МВД. Агентом? Агентом? Я говорю, да, дорогой ты мой, вот я здесь оперативный работник, ты агент, комитет госбезопасности. А если я поеду за границу, или ты, нас одинаково буду называть агент Кремля. Или агент КГБ, все равно так. Я смотрел, как для кого шпион, для кого разведчик, смотри, с какой стороны смотри. Это как бы уходило в кровь. Я вот помню первое заявление, когда прошел тысячу тестов, в 77-й год, тесты там какие-то, комиссии. Произвольный форум, почему ты хочешь служить в КГБ? Я говорю, я хочу просто, что я не могу, как бы я прошел, служить в первых рядах, сражающих за безопасность моей родины. Не государство, не отечество. Родины. И никто другого не спрашивал, я прошел. И дальше. Ничего кроме Родины я не знаю, государства безопасности, все фатерланды мне как-то ни к чему. То есть это отечество, в переводе на русскую, ФСБ, я тоже не знаю, чем они занимаются, да мне и не надо это знать. С уважением. Поэтому я поздравляю всех, кто хоть когда-то, хоть как-то, хоть в качестве кого-то имел отношение с комитетом государства безопасности, и не падал в оморок, и не кричал, я не буду, я не буду, я не буду с тукачом, с тукачом никто у нас не был. А вот в 36-м Сталинское время были. Я там читал эти дела расстрельные, причем стучали друг на друга. Сосед на соседа. Сейчас повторяется то же самое, я в деревне смотрю, пишет милицию криминальную, полиция теперь уже, соседка, который там утропитель. Что у соседа, а сосед, капитан-подводник, на дом доходил, лодка вот куда-то там, военный там, кто-то лейтенантский, пишет заявление. Из-за помойки, из-за сольки, там одна помойка, они хотели себе забрать и продать, а Атолий не хотел. И пишет на него заявление, точно пишет, у него на участке, в квартире взрывчатка и оружие. То есть это признаки, знаете, чего, подготовки таракта. Это давно занято, но и правильно сделано. Да, анонимки сейчас принимаются, комитет государственного безопасности украинской службы, анонимки, внимание не обращают. Другие были способы проверить, бездоносов, сейчас это сплошь и рядом. Толя рассказывает, я сижу, значит, там в подвале у себя как раз, и банки расставляешь, уже оставлено по полку. Врываются с собакой и выружаются с автоматами. Перекопали все, я говорю, как там у них говорят, ну, послал бы, сказал бы, что в огороде, пусть мы не как-то, что скопали заодно, ребята, милиции. Хорошо, дочка юрия из международного права у него разобралась, приехала. И главное, без суда. Они дают эту прокуратуру, судье, вернее, в суд криминальной милиции пишет там. Тот дает разрешение на обыск. Ничего, конечно, не нашли, потому что какой из них? Ну, алкоголик уже, да, моряк все-таки, там, бывший, настрадался на там их позорных лобках. С праздником я вас всех поздравляю и переходим мы. Спасибо. Николай Алексеевич, тебя тоже с праздником. Да, всех, я же с этим поздравляю, по этому делу общее. Потому что при наличии, ну, давайте, вот честно, вот логично это мышляю, при наличии всех идиотов, которые у нас могут быть на самых высших постах, в том числе и возглавлять. Ну, так вот всегда ведется. На каждого умного по дураку все пора и все справедливо, как в песне. Все-таки наша безопасность, это наша собственная безопасность. И тут, хочешь не хочешь, спаси мне утопающих, дело самих утопающих. Ничего, никакой безопасности государства ты не сохранишь, и народ тебя не поддержит. Вот народ и весь их поздравляю с тем, что мы еще живы до сих пор. Хреновенько будем жить, но все-таки живы. Какая безопасность все-таки есть. И поэтому я первую часть этого выступления сегодня я начну с песен. Я не буду называть авторов. Эта смесь так или иначе не относится к комитету государственной безопасности. Я, честно говоря, вот самые лучшие песни, которые были написаны, их написали в жизни. Как и вы, сотрудники. Вот эту свадьбу ничего ты не слышишь, кроме Маши каких-то нормальных. Мы старые, даже, извините, я не буду. Вы их слышали все, конечно, на всех концертах, потому что так или иначе, они относились к комитету. Сто тысяч дорог позади. Дорога, 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 ты сердце свое успокойно. Дорога, 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 я выйду живым из огня. А если погибну до срока, останется после меня. Дорога, 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 останется после меня. Дорога, 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 сто тысяч дорог позади. И снова далеко, далеко. А что там еще впереди? Дорога, 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 дорога. А что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога. Эти люди военные Ходят в фурме так редко В орденах появляются Лишь в особые дни Их работу нелегкую Называют разведкой И не часто до старости Доживают они Их работу нелегкую Называют разведкой И не часто до старости Доживают они Эти люди военные Любят петь и смеяться И грустят, грустят, как гражданские А любимой своей Только часто приходится Им с Москвой расставаться И все реже случается Обнимать сыновей Только часто приходится Им с Москвой расставаться И все реже случается Обнимать сыновей Эти люди военные Каждой славы Достоин И пускай имена их В строкой тайне Хранят Доказали не раз они И один В поле воин Доказали не раз они Им не надо Наград Доказали не раз они И один в поле воин Доказали не раз они Им не надо наград, эти люди военные Ходят в форме, а кредко В орденах появляются Меж в особые дни их работу нелёгкую Называют разведкой И нечасто до старости Ноживают они Эту песню я услышал еще в школе Потом попробуем терпеть безопасности Еще раз уже услышал На курсах молодого бойца Автор дизайн, очень старая песня Веселая Мы идем тропинкой очень узкой И, наверное, ищет нас десант Нас ведет наполовину русский Сэр Антоний белый эмигрант На тропинке нашей темной узкой КГБ вовек нас не сыскать Сэр Антоний, как это по-русски? Раз, два, три, пять Там, вдали, за синей горою Есть огромная страна США А мы туда вернемся, как герои Только бы добраться нам туда Будем пить вино из чаракузских И красивых женщин обнимать Сэр Антоний, как это по-русски? Сейчас вам умир Бедный твой мать Папа отдал Джонни Джерри два миллиона Чтобы тот спокойно мог жить Спи, папуша, папуля Мальчики-шпионы Небоскребы смогут защитить Ничего, покажем этим русским Как умеют янки воевать Сэр Антоний, как это по-русски? Джонни бросил ферму в Алабаме Записался Джонни в ФВР И сказал своей старушке-маме Мигом я смотаюсь в СССР И один гектар попортим кукурузки Узнать, как ферму разорять Эх, Сэр Антоний, как это по-русски? Бедный твой мать Ночь тиха, шумит тайга тревожно С вертолетов высажен десант По тропинке нашей осторожней Очень осторожней Нас ведет Антоний, эмигрант Да с ним, друзья, мы попадем в кутузку Сдаст ли, сволочь, не за понюшку табаку Сэр Антоний, ну как это там по-русски? How do you? Песня относится конкретно Подразделению Вимпел Потом называлась Но это человек, который написал эту песню Из Вадьева и Грахта Умер он совершенно недавно, буквально на дне В Кенигсберге, в Калининграде А песня была гимном С самого начала Гимн Куоза Гимн Выпел и остается до сих пор Понимаете, что Это подразделение как Куоз И как Вимпел в своем первом начальном Был везде У нас на эмблеме стоял весь земной шин Там будут строчки такие Могут фравки понаписаны Не важно, и там, и там мы были Так что вот я сейчас пою Бой затих у взорванного моста Газет растаяло в угле Зампады, не терпящие удобства Умирают на чужой земле Жаркая нерусская погода Застывает на его губах Звезды нередного небосводя Угасают в голубых глазах Умирает он, не веря в сказки Жарь в руках разбитый пулемет И к нему на бедренной повязке Вражеский наемник подойдет Подойдет Посмотрит, удивится Скинет пистолет, прищурит глаз Скажет, много ел я, бледно лиц их Русских буду кушать в первый раз А в России зацвела гречиха Там не вродят дикие папуасы Есть в России город Балашиха Есть там ресторанчик, бычий глаз По субботам и по воскресеньям Люди в ресторан идут гурьбой Среди них идут держа равнения Парни с удивительной судьбой Узнают их по короткой стрижке По билетам типа Балахон Их в округе местные мальчишки Называют дяденька шпион Если где-то гром далекий грянет В неизвестность улетят они Пусть и вечным памятником станет Проходная возле турни Я вот долго думал, как выстроить Сегодняшнюю нашу встречу Что мне петь Получается, что это про Афганистан Только так или иначе Подавляющее большинство написано Песен в Афганистане написано А здесь первый еще спеть Как мы написали Песню Куоса Это будет два концерта Но петь надо, потому что Тоже относится не в ЧК И у нас очень много погибших На самом деле За всю историю ВЧК КГБ СССР Количество Даже то, которое публикуется Никогда не публикуется Существляется десятками тысяч Это и в битве под Москву Это по всему земному шару Вот от начала и до конца Поэтому Как ни запоя Все будет там, где писались песни Ну не знаю, почему Может быть Ощущали как бы Острее все происходящее Окружающий мир Одновременно Критически, аналитически К этому относялись Но чувствовали душой Может поэтому Первые песни в Афганистане Самые первые С самого начала были написаны Офицерами Комитета Государственной Безопасности Да и до конца В общем-то Вся война так и продолжалась Потому что запретов-то вроде есть А вот это нельзя А тут нельзя Ну Солдат запретить проще Все, не слушай Ни кассеты не бери Где ты был? А, у каскадеров Ну-ка давай там Давай сюда кассеты На таможене Ты где-то записывал Перезаписывал А тут Ладно, никому не нужны Это начальство Где оно там? Пой, чего хочешь Пиши, чего хочешь Начальство потом само Попросит Давай напиши мне Перешли Поэтому такая вот песня Да, всем привет От Сергея Климова Жив здорово С женой и ночкой Там вместе Воды по-прежнему горячей нету Там ничего нету Но я вот Не могу тут вспомнить Она вроде как Два имеет Это песня Первый автор этой песни Посвящена дате Которую Даже наши Даже декабристы Кто штурмовал Кабул Не могут Никак признать Что это не праздник Не праздник 27 декабря 79 года Не имеющий Президентом Истории Шторм В истории Вообще Ни у каких Спецслужб Это Шторм Кабула Ну Примерно Долго рассказать не буду Просто Этот праздник Надвигает Он Виноват Уже говорился Это не праздник Вот и с ними Бог говорит Мы же взяли Мы задачу выполнили У нас праздник Но были не убитые А я Виноват Герои Советского Союза По смертным Командируем Многие еще были Командир мой Получил тяжелый раненый Доложил Что обидно кредит Лайф Григорьевич Козлов Герои Советского Союза Еще были многие Валера Розин Получил Боевые Для ледей Орден И многие-многие Были еще погибшие Так что Какой же праздник Задача выполнила Конечно праздник Для спецназа Но что потом началось Главная задача была выполнена Все Власть поменяли Посадили по браку Ну давайте ребята Афганцы Мусульмане Вперед Да Мусульмане Ну у вас вы мусульмане Вы знаете Что там происходит На востоке И они будут здесь До Москвы дойдут Но сначала Они любят Чертва матери Париж и Лондон Если туда Из Лондона Из Парижа Молодежь бежит Топ Европейцы уже там Воюют Уйтили Начали Американцы Как всегда Вот эти ребятишки Когда сами пойдут Их не спасет Их там расстояние Где-то на острове С вами в большом сидят Пиндосы Они есть пиндосы И бездумные И тупые И они не могут Где-то за рукопашками Сухопутные Мне сказать никто Ем все побить Откуда-то сверху Идарек Вестин спой А? Вестин спой 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 У нас в ядерной кнопочке Есть Единственное наше спасение Надеюсь Никого не пожалеть В случае чего И нажмут И тогда все Все равно Раз или поздно Конец света Чего тут Всех нас разом Чертываем отряд С этой планеты И все будет хорошо И тихо И начнется снова Вот Вот эта песня Если это пойдет Куда-нибудь На Витобре Значит Карась Выражение Дружище У меня связи не было Выду обязательно Спасибо тебе Это сообщение Твоих хороших Уже здоров Девчонку Твои приветствуют Музыка В декабре Зимой Начало В декабре Дни рождения Есть Для кого Декабрь Начало Для кого Лебединая Песня Для кого В декабре Начало Для кого Лебединая Песня В декабре Есть еще Меня кроха спросит, вытирая озявший нос Папа, всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? Папа, всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? В декабре есть еще одна дата, без отметки на календаре Я тебя целую, как брата, на Кабульском чужом дворе Я тебя целую, как брата, на Кабульском чужом дворе Суету новогодней встречи, слезы радости Помни об этом и друзьям своим растолкуй Отчего нам так дорог этот неуклюжий мужской поцелуй? Отчего нам так дорог этот неуклюжий мужской поцелуй? В суету новогодней встречи Вспомни наш боевой отряд Первый тост за ушедших навечно Тост второй за живых ребят То первый тост за ушедших навечно Тост второй за живых ребят Но эту песню, которую тоже все знают Все знают, что я забыл петь слова Вспомни, товарищ Морганистан Бой гремел в окрестностях Кабула Бой гремел в окрестностях Кабула Ночь слепила вспышками огня Не вспомнила нас и не согнула Видно люди крепче, чем броня Дипломаты мы не по призванию Нам, милее братишка, автомат Чуткие команды приказания И в кармане парочка гранат Вспомним, товарищ, мы Афганистан Зарево-пожарищ, крики мусульман Крохот автоматов, взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Вспомним с тобою, как мы шли в ночи Вспомним, как бежали в горы посмочи Как загрохотал твой грозный АКС Вспомним, товарищ, вспомним, наконец На костре дымутрища леветки В котенке варился крепкий чай Ты пришел усталый из разведки Долго шел, историк же молчал Синими замерзшими руками Протерел вспотевший автомат И о чем-то думал временами Головой откинувшись назад Вспомним, товарищ, мы Афганистан Зарево-пожарищ, крики мусульман Крохот автоматов, взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Самолет заходит на посадку Тяжело моторами гудя Он привез патроны и взрывчатку Это для тебя и для меня Знаете же, ребята, мусульмане Ваши силы в том, что мы за вас И не надо лишних придыханий Ой, ходи на мне в последний раз Вспомним, товарищ, мы Афганистан Зарево-пожарищ, крики мусульман Крохот автоматов, взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Вспомним с тобой, как мы шли в ночи Вспомним, как бежали в горы посмочи Как загрохотал твой грозный АКС Вспомним, товарищ, вспомним, наконец В 87-м году со спецзаданием В составе проезд-делегации Отбрался я в США, в Соединенные Штаты Америки Где потом просидел две недели После этого написал такую петь Ну, там 21-й век Впереди еще был конец В 88-м, в 89-м конец войны в Волгогистане И конец 14-го века И решил, что ни будущее, ни прошлое мне не надо И вот есть так, здесь и останусь Но написал такую петь То есть в Советском Союзе А он ничем не отличался Когда мне задавали вопрос там где-то во Флориде Местный журналист А вот что в районе между важными? Да никакой У вас тут негры обкурившиеся валяются в этих самых хунах Безработные бомжи У вас хиппи, у нас хиппи У вас эти там Квотеры, у нас такие же У вас и такие же У нас тоже, у нас битлс, у вас битлс Ничем Только отличаемся Они бы на это не сказали, чтобы их не обижать Американец ничего не хочет знать Никакой У него вот Если ты видишь, что можешь украсть миллион И ты не своровал миллион Значит ты лузер Ты видишь, деньги не взял Любые средства, не важно Ты лузер Совест никакой Да они знают Никарагу где-то там Вытворили какой-то доктор Хайдер Которого никто не видел в Вашингтоне Два раза в день в палате сидел Чего-то там голодал Им плевать Кроме на свой кошелек И на карьеру больше чем и надо И тупые они Они в том-то время думали, что наследняя школьница На квартире мы жили У ее отца там В Алабаме Она действительно думает, что мы С Японией воевали Происходить в Соединенных Штатах В Великобритании А союзниками у них были как раз немцы У американцев Про Перл Харбон Они вообще ничего не знают И об этом не говорят Японцы хороши А как она может быть хороши Когда там они в дюйму целуются Японцы не потопляем Я в США Уже такие все ходят Не надо вот такие Не надо уже Японкам Там на Окинаве Сколько торчат Пердосы Там уже вот так все перемешалось Красивые японки Ничего не скажешь Волоса европейские Наглые американские На календарях Такие только на Кубе Где тоже все перемешалось До столько веков Ну и Японские товары Японские машины Попали как раз в то время Когда Вот было Имбарь Вета наложена Продажа японских автомобилей в США А вот этот проезд Делегат Никто не трогал В это время Мое там местное телевидение Арестовали Двух морских пехотинцев Из посольства Соединенных Штатов Из Аграны Которые вступили В какие-нибудь интимные связи С какой-то нашей Девушкой В пионаже Ведет Ну сейчас Травль начнется На меня сказали Потом Не босик Ты же Я говорю Ну я же офицер безопасности Стоят в торговле Никуда не лезть Куда не надо А потом Секретарь Не секретарь Офицер безопасности Да ладно Они так на это Проездерегат Просто так не едет Хоть журналист пишет Хоть садовод Четок Когда ездят То в Грузии Они То к ним Ну вот я после этого Посещения Америки Больше не хочу Мне не интересно Звали Приглашали Год там еще Работу найдем Гринка Получше через год Живи Я в Китае всю жизнь Мечтал В Индию Туда А тут поезд По Монголии Месяца на два Ну если что Путев в Монголию На лошаде Стоит дороже Четно-совершенную Туда полетить А сейчас я не знаю Как там Срублю Не поеду Никогда Ну ладно История очень без хана И так А вот песни С Семёных Штатов Освещается тоже Сотрудникам Прощание друга Где увидеться вновь суждено Что нам старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Что нам старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Расставание И повод для грусти Просто новых забыть И виток И речное Не высохнет устье Если будет надежен исток И за гранью полярного круга И в пустыне Где всё сожжено Что нам старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Что нам старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Наши женщины пусть не стареют Ожидая нас с дальних дорог А друзья даже если сидеют То не позже, не раньше, а в срок И пока что гитара подруга С неуёмной душой задана Что нам старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Что нам старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно От Капула и до Вашингтона А бродяжничать выпало нам Корабли, самолёты, вагоны То пожары, то вспышки реклам Обними на прощание дорога Где увидится вновь суждено Что нам старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Что нам старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Значит эта песня появилась недавно Замечательную песню Написал человек, который никакого отношения К комитету государственной безопасности Ни к ФСБ, ни к разведке, ни к контрразвитке не имел Но это был второй гимн вымпела Немногие её знают Забыл фамилию человека Да это не важно, просто кто-то из наших с ним общался Ого, много, очень много Ну не лишнего это уже было После того, как СССР закрылся СССР рассказал Значит такая, называется полковник спецназа Он был диверсантом Он дьяволом был В песках чернокожей анголой Полковник спецназа Работу любил Хоть и был не в ладах с интерполом Полковник спецназа Такой молодой Агент легальной разведки В огне не сгорел И пропал под водой За две боевых пятилетки В огне не сгорел И пропал под водой За две боевых пятилетки Полковник спецназа С холодным лицом Налил полстакана И выпил Полковник спецназа Был лучшим бойцом В команде с названием Выпил Полковник спецназа Был лучшим бойцом В команде с названием Выпил В ущельях Панжера Под серой чадрой Скрывал он славянские скулы От страха его Называли чумой Душиманы в далеких аулах Потом Никарагуа Куба Фидель Потом Позамбик Перелеты Потом в Эквадоре На наркокартель Он сам поднимал вертолеты Потом в Эквадоре На наркокартель Он сам поднимал вертолеты Полковник спецназа С холодным лицом Налил полстакана И выпил Полковник спецназа Был лучшим бойцом В команде с названием Выпил В Америке Дельта В Испании Гал Его безуспешные скали А он в это время Репешку текал Из речки На ближнем Урале А ночью Покинув родные места Летел он над сектором газа Быть может в стране Где распяли Христа Сегодня полковник спецназа Быть может в стране Где распяли Христа Сегодня полковник спецназа Полковник спецназа С холодным лицом Налил полстакана И выпил Полковник спецназа Был лучшим бойцом В команде с названием Выпил Полковник спецназа Был лучшим бойцом В команде с названием Выпил АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ещё одну песню Время не знаю Ну вот что Я вас по этой песне Которые связаны только одним Они посвящены Работе спецслужб В годы войны Я вас по этой песне Первая вы её знаете Это фильм Про сотрудника НКВД Про НКВД Про зарубежную разведку Стратегическую разведку Называется он Щит и меч И любимая песня Я скажу потом К чему она связана Любимая моя песня И фильм Я читал роман Газеты Дрожитого года Крожектор шарит Осторожно по пригорку И ночь поэтому Нам кажется темне Который месяц Не снимал Я не в настёку Который месяц Не растёгивал ремней Есть у меня В запасе Гильза от снаряда В кисете Выше там Душистый самосад Солдату лишнего И имущества не надо Махнём не глядя Как на фронте говорят Солдат хранит в кармане Выцветшей шенели Письмо от матери До горст родной земли Мы для победы Ничего не пожалели Мы даже сердце Как анзе Не берегли Что пожелать Тебе Товарищ Перед боем Ведь ты в огонь И дым Идёшь не для наград Давай с тобою Поменяйся судьбою Махнём не глядя На прощанье поменяться Махнём не глядя Как на фронте Говорят Я любил И любую эту Светлую жизнь Как и фильм В 75-м году Дожидаясь Баунский институт Закончил Дожидаясь А чего я дождался Типлом и щечём Надо 2-3 месяца ждать Пока допуск В особое конструкторское бюро Мы тишили На строительного завода По специальности В конструкторах танков Делать было нечего Значит Я потихоньку Свадьбе готовился Она состоялась Там в августе А делать было нечего Между встречами С будущей женой А так ничего И я написал Я ещё раз Перечитал этот роман Ещё раз И написал такую песню Она в общем не похожа Но про одно и то же Так что-то получилось Может быть ещё вы удивитесь Но Получилось именно так У меня О чём больше я не думаю А на войне Как на войне А нам труднее Там вдвойне Едва взойдёт Отцом Камера сына Мы не прощаемся Ни с кем Чужие слёзы Нам зачем Уходим ночью Уходим дождь Уходим снег Батальонная разведка Мы без дел скучаем редко Что ни день То снова бой Снова бой Ты сестричка В медсанбате Не тревожься Бога ради Мы до свадьбы Доживём ещё с тобой А если так случится Друг Тебя навек оставит Друг Не осуждая его Война Тому виной Тебе наш родной старшина Отдаст Светали аргеном в разведке, заработанный мирной. Батальонная разведка, мы в devil звучаем редко, Что ни день, то снова поезд, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы на свадьбе доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы на свадьбе доживем еще с тобой. Когда закончится война, мы все наденем ордена Курбою сядемся, дружеским столом Не вспомним тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил И чашу полную товарищам нальем И мы припомним, как бывало, мы шагали без привала Брали проволоку, брали языка Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу И последнюю щепотку табака Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу И последнюю щепотку табака Батальонная разведка, ты весь дел скучали редко Что ни день, то снова поиск, снова бой Ты сестричка в медсарбате, не тревожься, Бога ради Когда звали, когда живем еще с тобой Ты сестричка в медсарбате, не тревожься, Бога ради Мы до свадьбы живем еще с тобой АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На этом с вашего разрешения я щепотку письма закончу Они все равно будут все по Афганистану, все равно описаны моими друзьями Все равно будут, но главное, чувство долга Поздравляю всех, и сотрудников милиции, и в общем всех тех Кто пришел работать в правоохранительные органы Не зависит от чего, но как завещал Феррис Жиринский Человек Очень нужно, мне кажется, сейчас и давно уже нужно в нашей стране всем правоохранительным Пришел на передний край борьбы за безопасность, ты должен быть с чистыми руками, горящим сердцем и холодной головой Другим карьеристам и прочим, им там просто не место, они ничего не сделают, только все испортят Как всегда Потому что умному дурака учить только зрять, а умному учить только портить А мы были умными А праздничных, ну, не знаю, скажут, какие они у нас тут Так, бог с ними, со всеми, праздник, встреча у нас уже продолжается И вот я тогда буду с вашим решением перемешку все петь, как удачно, по-моему, сделал Горстаков Здесь он все смешал в одну кучку ружья, получил все слабо Я решил, что тоже так, потому что мы с травмой куда-то и чего-то Значит, но все равно, значит, я что решил-то Вы пишите, это перейдет на вторую часть, вот перерыв Вы, если хотите услышать там, по-заявному, вы что-то просто пишите как-нибудь, что-то мне все Общайте, и я обязательно все это сделаю Да? А сейчас я вам... Вот уже есть? Да, но это на вторую часть А, да, все А какой-то партюр, книжка Михайловая песня Да, да, спою, я не обиделся Я сюда его складываю, потому что это после перерыва А когда перерыв будет, мне сейчас администратор расскажет Еще двадцать минут А, еще двадцать минут Ладно Это я просто вот сюда кладу, никуда не прячу Так, вот это не толк Я сюда его складываю А я просто... Я решил вот, с вашей помощью Без вас тут нет, там, мальчика не нужно Видите, во-первых, не нужно А, нет, сейчас маленькое отступление Вот Вот сидит, наверное, младший у нас чем? Вопрос не послушен, а я специально сейчас для вас Как вас зовут-то, мадам? Мадемуазель, пардон Аня Как? Аня Аня Анечка Так, вот Мне напомнили мои администраторы Я восстанавливаю свой архив И они каким-то, я не знаю как У меня никогда не получалось А у них получается А все будет Достать, может, чего угодно К другому конца света И он привез Запись моего друга фронтового Которых я забыл Я не знаю автора этой песни Но когда у него дети были совсем маленькими А у них было Это Вовка Мурзин Знаешь У него разные простые Он строитель Но без него ни туда ни чуды В городе В городе В городе Бумтузе Без Вовки Мурзина Нет электричества Ну не важно Значит я вам передаю привет и поздравляю Там то же самое Потому что вместе мы стояли там далеко за границами И все вместе воевали за безопасность На этой Безопасность никакой А тогда-то была Тут спокойно все спали Там в Уменистане могу говорить Правильно В Уменистане Где-нибудь за рубежом Кто хочет Ну не важно И у него были Я пресс к нему Ну и Мы с ним водку пили А он решал то и не к тебе Что спать Разные такие Ну слушай Сейчас я спою такую песню Анечка специально для вас Потому что надо его уважать Ну как на военном совете В филях Кого? Кого? Саму младшему слушаю Что он предложит? Сдавать Москву? Будем биться до конца На входе так же стадии Как он такой Называется Аня Это синий краб Знаешь такую песню? Нет? А крабы видела вообще? Крабы? Да Такую А это большой синий Такий уж Ну хороший он краб Добрый На Сейчас про него песню Специально для вас Спеши ли фой ли вы Синий краб Синий краб Синий краб Среди черных скал в тени Синий краб Он приснился мне во сне У него восемь лап Две огромные клешни И серебряные звёзды на спине У него восемь лап Две огромные клешни И серебряные звёзды на спине Рыбаки ловят рыбу Китобои бьют китов Делом заняты Не зварить его Не зварить его Не в банку посадить Сто ночей Сто ночей Буду думать Буду плакать И грустить А мне бы А мне бы только взглянуть На него Одним глазком Ну просто так Посмотреть И отпустить Синий краб Синий краб Синий краб Синий краб Синий краб Синий краб Он приснился мне во сне У него восемь лап, две огромные клешни и серебряные звезды на спине. Ладно, посерьезно вот как-нибудь разрядить, а то он действительно сидит, а мы там все, взрослые песни, нету, ну правильно поет, ну ладно, значит, продолжаем, значит там не кончилась война. Да, не так-то хотел начать. Дорогие друзья, я вот в вашей помощи, значит, как-то там стрепенулся там, я стал что-то писать, дописывать, и дописал такие под давлением таким суровым санкциями администраторов наших и ваших там добрый глаз и аплодисментов. Я тут проводил, конечно, эксперименты, но начал писать самое главное, я же много лет накоплял, и все, половина сгорела, и все, выстерил, много песен сделал, не доделал, и в следующий раз покажу, значит, ну, потому что я, вы же помните выступления, я там менял, забывал, что-то менял, 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 но так невозможно, я не умею писать за два раза и долго заниматься, времени нету. Поэтому я сейчас хочу, ну, хотел бы, те песни, которые за уходящий год, с прямой вашей поддержкой и помощью я записал, закончил, до конца сделал, там, и сейчас их спит в этом году. Для меня это большое, здесь очень большое, за последние 15 лет больше, это большое достижение, вот так что вот, я этим горжусь, что я сумел это все сделать, я поэтому сейчас перемешку не буду идти, да, там, значит, ваше разрешение. Да, там, большинство касается Афганистана, есть и целый мир, но сначала все-таки Афганистан, потому что здесь много боевых друзей, или летать, так или иначе, с Афганистаном соприкоснувшиеся, ну, потому что здесь народ, только кто-то заметил, что была война, да, и прочувствовал ее, а кто-то там из народа нашего, великого и могучего, тогда советского, было абсолютно верно, ладно, шмотки шли. А что, цветки в месяц, нет. Значит, поэтому рейд называется, по горам, или маршрут судьбы называется, написано, потому что неизвестно куда, те приказы есть, а на те районы, куда нас посылали, не было даже карты. В городе Воскогорье, в городе, там погиб, мы попросили, карты не было в генеральном штабе, вот на тот альпийский гранит сходится, но не дали, все выдали, секретный, а тут никто не знал ничего. И когда отправляется кто-то, это не мы, мы так высоко не лазили, это специальная подготовка. На альпийских егерей надо было воспитывать, но это было крайне мало, а мы забыли, вот, ну, все забыли, мы опыта партизанского егерей, 12-го года, номинаты, гемцев, на Эльбрустах, там, альпийские егерей, а соответствующие вооружения, там, это. Забыли совершенно, я следующую песню расскажу, что за люди не хотели помнить о Бичьянах, куда они, Нагорных Пушунов с своими полевыми пушченками, так и, ну, это вот такая, это, значит, совершенно спокойная, сначала назвал афганский пасторин, пасторин, это, знаете, такая, глубошка артита, лужок пастушок, пастушек, овечки пасут, он сидит, дует, все замечательно, головку на голову склонил, там, пастушка в мини-юбке, пастушок в шаровах, таких, в какой-то районной штабке, сидят, дуют, дуют. Дело бы лучше заняться, а вес пошли, пастлись, что ли, а тут, тут, вы же мне такая постарались, с виду, на самом деле, это серьезное, очень серьезное движение, значит, куда, куда еще никто не ходил, и ворон кассе не принесли, и судьба не обозначена совершенно, не маршруты есть, а концы чего будет, никто не знает, даже генерал, значит, такая. На востоке области туман, горько занавешанный туман, по горам плетется караван, с тобой иди за караваном. Но пока на базе мы сидим, курим в ожидании командира, горький военторговский Памир, у подножья горного Памира, Где на маршрутах судьбы, верстовые столбы, не укажут дорогу к победе, на маршруте судьбы, только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. Генералу вызван командир, Генералу вызван командир, Несколько начать маршруты и задачи, Мы сидим, глядим на этот мир, Наш маршрут никак не обозначен, Вот такая братцы постарались, На войне бывают постарались, Занесло ребят в такую даль, Где они отроду не бывали, Где на маршруте судьбы, Верстовые столбы, Не укажут дорогу к победе, На маршруте судьбы, Только горы и мы, И никто ни за что не в ответе. Вышел озадаченный комбат, Увеличить требует БКшки, А маршру в воздухе кружат, С высоты он кажется букашкой, А армины добычу стерегут, И марлам плевать на вертолеты, Точные турбины скоро заревут, И поднебут в небо нашу роту, В широтах судьбы, Верстовые столбы, Укажут дорогу к победе, На маршруте судьбы, Только горы и мы, И никто ни за что не в ответе. И внизу раскинутся поля, И стенок по скудным одеялам, Скудным, но все-таки земля, Лучше, чем снега за перевалом. Нас вертушки высадят, уйдут, Просвистев, просвистев, На тужину винтами, И ребята встанут на маршру, Ух, точки нет, И там под облаками, У меня на маршруте судьбы, Верстовые столбы, Не укажут дорогу к победе, На маршрутах судьбы, Только горы и мы, И никто ни за что не в ответе. На маршрутах судьбы, Только горы и мы, И никто ни за что не в ответе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В этом году написано, Уходящее время написано, И испытанное, АПЛОДИСМЕНТЫ, Как мне сказали, Дорогие воинолазцы, На реакции. Ну, надо же видеть обратную реакцию. Если смотришь, надо помнить, Не то ты слепил, Потом забыл, Дома допишу, переделаю, Еще раз пою, может пройдет. Ну, так работает она песня. У меня больше всего получалось, А также, я вижу, Почему очень важно видеть, Как слышу новую песню. Вот эта песня новая. Была песня вроде про горы, А вот сидит, Нашего родного, 860-го отдельного Материалического полка, Гириалического представителя, Единственное, Остальные сегодня отмечают, Правда, Нарху Шову, Месяц твой, Они пришли сюда, Значит, И он подтвердит каждое слово, Что я скажу, Значит, Вокруг горы у нас, И дальше, Гендукуш начинает, Дальше там, Памир, дальше больше, Мы стояли, Они стояли, Да и мы тоже, Одна долина, Фальзобазская, А вокруг горы. И зимой очень красивое зрелище. А некоторые при хорошем дне, Снега не таяли, Не ставили там, Где-то, Далеко, Значит, На эти горы лазили, Может быть и не у нас так высоко, Но пока не странно, Есть с ним, Где сидят наши пограничники в горах, Вот так вот, И наши сидели, Блок посты в горах, Покаяли в снегу, И так месяца два. Ну и вот это, Но это помнится, Помнится, В общем-то, Что сказать, Война войной, Но с точки зрения вот так, Глобальной, Это все мелочи. Государство, Родина моя, Не касается войны, Мы что-то там ползаем, Чего-то делаем, Кто-то кого-то бьет, А я представился, Где-то миллионы, Миллиарды лет, Вот гора слет, Господи, Я внизу, Ну, По слону ползают муравьи, И даже не подозреваешь, Что по слону ползают, Вот это есть и к мне, Вот хоть вот так, По гробу водею, Хоть над хоботом до хвоста, И муравьи счастливые, В общем, Одни нападают на другие муравьи, Большие живут, Маленькие живут, Маленькие живут, Тлю, Там еще что-нибудь такое, Кровый рот омыли, Песня такая, Она, конечно, не патриотическая, Но философская, Но, наверное, Так же думали мудрейшие люди, Нельзя, Они в гору уходили лазить, Рерих, Гумилёв, Ну, наверное, Где-то там, Центр человечества, Шамбал, Это для человека в высоте, А то мы все превратили, Ну, а что, В Москву, Шамбал, Шамбал, Тибет, Кабулы, Хотя и в Москве от Кабулы Чем-то отличается, Тоже базар большой, Правда, У нас как бы еще пока, Там два же базара, Зеленый и Грязный, Вот у нас пока еще зеленый, Мы скоро сравняемся со всем, Песня про гордость, Про ничтожность в общем, Но и про гордость, Салтатскую, Понимаете, Вот это на вершину, Я не знаю, Человеку нужно просто так Карабкаться на вершину, Да? У нас же симметричник, Куда-то, Здесь я покорил, Ты вниз посмотри, Дядя, Внизу облака, Кого ты покорил? Но когда это делается в бою, Под небольшой кровью, Вот, Как долго сражались за Эльбрус, Да? Немцы, помните военную, Славили там флаг, Наши сняли, Поставили флаг советский, Здесь то же самое, Примерно, И с точки зрения, Это потом, Такие мысли приходят, Чего ты торгаешь, Людьми горами, А на войне, Совсем не так, Там туда мало, Туда забраться, Врага туда еще, Выбить, закрепиться там еще, И ждать, Когда полк подтянется, Пою в игру прессу, Так что, Это потом приходят, Такие мысли, О которых я сейчас пою, Помню все, На самом деле, Это тут так, Я вот, Я как раз ласла, Царь для ритми, Я ничего не забыл, Но тут немножко слугаю, Я давно позабыл, Те бои и походы, Только почему-то, Забыть не могу, Как стоят, Подтирая, Небесные своды, Горы в белом снегу, Горы в белом снегу, Как стоят, Подтирая Небесные своды, Горы в белом снегу, Горы в белом снегу, Не, Не Карапкались ввысь, Как на иисповедьню Богу, Не прощая грехов, Не себе, Расскажи И ни труп не сыскать, ни проезжих дорог. Недоступен ли танкам, ни бронемашинам, Только стертым подошвам солдатских сапог. Недоступен ли танкам, ни бронемашинам, Только стертым подошвам солдатских сапог. И тогда зазверкали огнем перевалы, Я с неба втрещала броня летников. И в жестоких боях нам земли не хватало, В этом море огня и хаурных свяков. И в жестоких боях земли не хватало, В этом море огня и хаурных свяков. Их мало ходил по морям, и по сушам, И в чужой стране, и на чужом берегу. Вспоминал почему-то хребты гендукуша, Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Там в больших городах плещет море людское, И от рева машин нескончаемый гол, Но закрою глаза и встают предо мною, Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Горы в белом снегу, горы в белом снегу, Горы в белом снегу, Никогда не забуду, Эти горы в белом снегу, Горы в белом снегу, И в окуту я жив, никогда не забуду, Под окшанские горы в белом снегу. Аплодисменты Аплодисменты Спасибо. Я, кто ее написал, услышал давно, эту песню почти все восстановили. На косе эти песни советов, я услышал эту песню. Но когда наши собираются, мы им прообещаем. Ну, не важно, где он там. Там написано, как и мы здесь. К Абули, Навильеву, там Навильеву, Фазарбаде. Но он называется это «Майор Иванов». Она также относится к Афганистану и к нашей жизни там, как и ко все другие страны, где мы бывали, а где не бывали, наши предприятия Владимирова. На их виде таких. Понимаете? В каком? Безразличном. В стране? Самироничной. В одном из огромных, чужих городов, живет неизвестный. Живет мистер Джексон. Он Джексон и он же. Майор Иванов живет неизвестный. Живет мистер Джексон. Он Джексон и он же. Майор Иванов. Чтоб быть в русле жизни. Он делает бизнес. Он враг коммунизма. Он в общем аскеп, как все за границей. Он ходит молиться, а где-то храниться. Его партбилет, как все за границей. Он ходит молиться, а где-то храниться. Его партбилет и нет награды, и виллу заграды. На риск каждым утром. Тот вымпел идет, а где-то в Ростове. А может, во Пскове. А может, на Волге. Семья его ждет, а где-то в Ростове. А может, во Пскове. А может, на Волге. Семья его ждет. И может так статься, что им надо ждаться. Когда он с работы вернется домой. А просто однажды придут и скажут. Он долг выполняет. Погиб, как герой. А просто однажды придут к ним и скажут. Он долг выполняет. Погиб, как герой. Так в какой безразличной стране заграниченной. В одном из огромных чужих городов Живет неинтересный. Живет министер Джексон. Он Джексон и Лжи. И Лжи Иванов. Погиб,. Погиб. Погиб. Погиб, Вам ведет. А потом, да, будем стараться за всех. И Пугин samey else. Это произведение неинтересно! Escheriiriiriiriiriiriiriiriiriiriiriiriui. IC